Здравствуйте! Это программа «Постфактум» и я ее автор и ведущий Артем Кудинов. На прошлой неделе в Барнауле состоялось событие, которое заставило меня по-новому взглянуть на губернатора края Виктора Томенко. Ничего вроде бы из ряда вон выходящего не произошло. Обычное заседание краевого правительства. Рассматривали, правда, исключительно принципиальный вопрос о тарифном регулировании в электроэнергетике. Если проще, чиновники решали, что делать краевой власти, чтобы сократить негативные последствия роста стоимости электричества для населения и предприятий Алтайского края. О снижении тарифов речи нынче даже и не идет вовсе. Только о сдерживании цены, чтобы она не росла слишком быстро. Сегодня краевой власти приходится одновременно решать две задачи. С одной стороны, защищать интересы потребителей от необоснованного роста тарифов, от произвола поставщиков-манополистов. С другой стороны, не разорить энергетиков, соблюсти и их интересы, не ухудшить качество их услуг, обеспечить надежность электроснабжения и т.д. Чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Есть и другое противоречие, когда промышленные предприятия, бизнес и прочее платят за электроэнергию больше, что позволяет сохранять более низкую плату и какие-то льготы для рядовых граждан. Называется этот механизм перекрестным субсидированием. Надо понимать, что совсем не здорово, когда тяжесть тарифов лежит на ведущих отраслях краевой экономики. Ведь это сдерживает развитие края. А ведь рост экономики – это дополнительные доходы бюджета, зарплаты работников предприятий бюджетной сферы, новые рабочие места и решение социальных проблем. Поэтому ежегодно перекрестное субсидирование сокращается. Каждый начинает платить сам за себя. Так вот, в ходе обсуждения в правительстве возник интересный сюжет, когда одно из ведомств предложило отменить нынешние льготы для горожан с электроплитами, которые платят сегодня за электричество меньше, чем остальные жители городов, пользующиеся, к примеру, газом. Отменить не сразу, постепенно, но затронет это ни много ни мало половину всех горожан – более 500 тысяч человек. Это значит, что для каждого четвертого жителя края плата за электроэнергию может вырасти аж в полтора раза. А вот нагрузка на предприятия и организации, бизнес, в рамках пресловутого перекрестного субсидирования, наоборот, снизится. Что и должно, по замыслу некоторых чиновников, привести в конечном итоге к росту алтайской экономики. Однако губернатор Томенко не поддержал планы чиновников переложить тяжесть расчетов за электроэнергию с бизнеса на плечи рядовых граждан. Во-первых, где гарантии, что такие меры дадут какой-то ощутимый результат? Тарифы-то для граждан вырастут, это понятно. А вот что снижение тарифов оживет экономику – не очевидно. Не факт, что освободившиеся деньги бизнес вложит в расширение производства и увеличение его объемов, направит на рост зарплат и социальную защиту работников. Где гарантии, что предприниматели начнут полностью платить налоги, а рабочим – легальную зарплату? А не кинутся покупать лексусы и яхты, строить дворцы или просаживать деньги в ресторанах и саунах? Может, я и сгущаю краски, но очевидно, что нужны расчеты, которые бы подтверждали экономическую обоснованность решения о повышении тарифов для населения. Во-вторых, по словам губернатора, когда речь идет о значительном увеличении платы населения за привычные услуги, власть должна обоснованно и понятно объяснять людям причины таких действий, а главное – доказать справедливость своих решений и привлекать к обсуждению таких шагов, если они, конечно, неизбежны, широкую общественность. А это уже вопрос политический. В итоге Виктор Томенко не просто отложил обсуждение этого вопроса, но и заявил при этом «Мы антинародных решений в ближайшие лет 10-15 принимать не собираемся». Конец цитаты. Согласитесь, сильное заявление. Это была программа «Постфактум» и я, ее автор и ведущий Артем Кудинов. Новая неделя даст новую пищу для размышлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова